МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Габышева Лира Львовна. Заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия. Создатель и заведующая музеем Государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Кононовича Сивцева Саурун Амалона. Автор многих публикаций о театре в республиканских и российских изданиях. Рада приветствовать вас, дорогие участники проекта, посвященного Году театра. Сегодня тема нашей встречи – Государственный театр оперы и балета Республики Саха-Якутия имени Сивцева Суаруна Амалона. Дмитрий Кононович Сивцев Саурун Амалон всегда говорил, что без знания истории любому народу трудно утвердиться в этом мире. Также и наш театр. Нашему театру оперы и балета не только трудно было утвердиться в этом мире, но и понять себя, найти свое художественное лицо, свое имя. Куда мы идем, зачем и за кем идем. И идем ли вообще, или, может быть, топчемся на месте. А может быть, мы идем так, два шага вперед, а шаг назад. И в эйфории аплодисментов, успеха, семиминутного успеха, мы думаем, что двигаемся, продвигаемся вперед на пути к совершенствованию своего искусства, к своей цели. Но, знаете, современный театр оперы и балета – это, конечно же, сложная история. По вертикали разных векторов народной жизни – социально-экономической, политической. Конечно же, это многослойно, она и по горизонтали различных культурных пластов, личностных, человеческих судеб и творческих энергий многих-многих поколений. И поэтому наша история очень содержательна и объемна не только по содержанию, но и по своей содержательности. И, конечно, хочется сказать словами поэта из толщи вечной мерзлоты, как выстрел, вырвавшись наружу, неукротимые цветы стоят и вне погодь, и в стуру, так и искусство, самое изящное искусство, хрупкое, человеческий голос, человеческое тело, язык человеческого тела. Это, конечно же, показатель цивилизации, цивилизованного уровня любого народа. А раз мы его имеем, значит, это заслуга нашего народа. Талантлив всегда был наш народ. Ведь, посмотрите, естественной корневой системой оперно-балетного искусства, естественно, является памятник народного творчества до письменного периода монументальный эпос Алан-Хо. Зимними, темными, холодными вечерами народ тянулся к красоте, к совершенству духовного мира человека и творил этот чудесный поэтический дар, посланный нам, в общем, народом, испокон веков, передававшийся из поколения в поколение. Вот музыкальность и театральность Алан-Хо были подмечены еще самыми первыми путешественниками, торговыми людьми, купцами, проезжавшими через территорию Якутии, слышавшими о народе Саха и о нашем искусстве, о том, что есть песни у этого народа, есть такое Алан-Хо удивительное. И, конечно же, это ученые, этнографы, оставившие нам записки свои ученые труды в немецких изданиях, французских, голландских. Очень много, оказывается, писали вот эти люди о нас, о наших предках. В те времена, это 17-18, естественно, 19-й век, это имена Линденау, Мидендорфа. Кстати, Мидендорф записал впервые, нотировал услышанную якутскую мелодию. И эта мелодия нотной записи дошла до нашего времени. А позднее Сирошевский, Вацлав, поляк, сосланный сюда, в ссылку в Якутию, записал старинную якутскую песню девушки. Записал не только ноты, но и текст. А мелодия этой песни до сих пор звучит, не то, что до сих пор, она вошла в партитуру нашей оперы Нюргунботру «Стремительный». И до сих пор она там звучит. Это танец с Чароном в третьем акте. Если вы слушали эту оперу, то должны будете теперь знать, что это мелодия Сирошевского, и с каких времен она дошла до нашего времени. Конечно, хочется сказать, что искусство Алан-Хасута – это, конечно же, определенный дар, талант человека, который дается не каждому. Алан-Хасут должен был владеть не только природным даром, своими голосовыми данными, он должен был владеть целым мастерством, вокальным искусством, голосовыми связками. Он должен был контролировать свой голосовой аппарат, тембр, выразительность. Ведь акустическим резонатором служила рука, ладонь, приложенная к левому уху. Как вы знаете, это характерная поза Алан-Хасута. Все это известно, зафиксировано, и до сих пор так делают современные Алан-Хасуты. То есть контролирует тембр, подачу голоса. А ведь он, один человек, изображал целый пантеон мифологических героев, действующих лиц Алан-Хо. И все это живописал ярким, выразительным языком, представлял всю картину мироздания, вселенной. Целый весь пантеон этих мифологических героев, положительных, отрицательных, героев верхнего мира, божества, среднего мира, богатырей, которые выручают героев земных, среднего мира. И, конечно же, представители нижнего мира. Это, конечно, разные типы пения. Деретерре, дегаренере, более простой. Впервые терминологию ввел первый хормейстер якутский, один из самородков нашего искусства, зачинателя нашего искусства, музыкального искусства, музыкальной культуры, Фёдор Корнилов. Это он нашёл такое определение, вот именно терминологии старинного певческого аппарата Алан-Хасута. Я хочу ещё подчеркнуть, что, конечно же, Алан-Хасут – это театр одного актёра, причём многожанровый. Ведь он должен был изображать и ту Ярмуку, и Нергун Ботура, и Абага, и Кыскыскыдан, и Ирнолана, и всех-всех-всех персонажей, и коня Нергуна Ботура, и Сорок Балура, и его лошадь, и так далее, и так далее, и так далее. Это удивительно, что это искусство, которое передавалось устно, только устно, было всё-таки записано Платоном Алексеевичем Агинским, и Нергун Ботура. В позднее время, уже первые годы советской власти, были записаны многие Алан-Хо. Но я хочу сказать, конечно, это же была готовая музыкально-драматургическая форма для оперного и балетного спектакля. Почему я говорю ещё балетного? Потому что в Алан-Хо, во многих Алан-Хо, есть описание многолюдного танца, есть описание, оказывается, танца чёрного стерха, белого стерха и так далее. Есть наличие хорового пения у якутов было в Алан-Хо. И описывался характер движений. Можно было понять именно этническую особенность пластики, танцевальной лексики старинных танцев. Это, конечно, удивительно. Тот, кто изучает Алан-Хо, погружается в это бесконечное, несекаемое сокровище, богатство, и узнаёт много-много-много, читая и между строк, и об этом Алан-Хо, и в самом тексте, которое дошло до нас. В становлении оперно-балетного искусства решающую роль играла, конечно, якутская интеллигенция, появившаяся на рубеже 19-го, начале 20-го века. Василий Васильевич Никифоров, лидер либерально-демократического движения в Якутии, основавший Союз просвещения для якутского народа в 1905 году. В 1906 году уже в Якутском народном клубе была поставлена первая такая постановка «Берет Берген удалой богатырь». Это было 3 января 1906 года в якутском клубе. Впервые было Алан-Хо поставлено по Алан-Хо, существующего, действующего в те годы Алан-Хо-сута, Ахлопкова, который сам изображал и играл в этом же спектакле. В этом спектакле участвовал и Алексей Елисеевич Кулаковский. Алексей Квилях. Это 1906 год, представляете? А 2 марта был поставлен уже, после «Берет Бергена» был поставлен «Манчары» пьеса самого Василия Васильевича Никифорова. Там тоже играл Кулаковский, кстати. А 2 марта 1907 года, если я не ошибаюсь, был поставлен так называемая якутская опера. Так было написано в программе. Называлась она «Кулантай богатырь, имеющий удалого коня уже». Вот это был Алан-Хо. Автор этого Алан-Хо остался неизвестным, но тем не менее его тоже исполняла любительская якутская группа артистов. Туда входила Мария Николаева, это первое поколение артистов любительского театра. Играли там и очень многие представители интеллигенции. Алан-Хо адаптировалась сначала на драматической сцене. Но все-таки Алан-Хо распевалась, так как это крупный музыкальный жанр. Треть текста Алан-Хо поется. Кроме того, декламационного, речитативного текста, треть текста, вы представляете, третья часть текста, она пелась. Поэтому, конечно, это уже музыкальный, крупный музыкальный жанр. С него началось вообще театральное искусство, и драма, и опера, и балет. Я думаю, и цирк берет оттуда начало, и многие-многие жанры нашего и современного, профессионального уже искусства. Интересно, что внутри драматического театра все-таки шло адаптация музыкального жанра Алан-Хо в форме сценического спектакля. Тем не менее, уже в 1927 году был поставлен еще Таюк. В форме Таюка спектакль, это по пьесе Сафронова Лампы поставлена была Эргек Сюктеркыс, девушка, выходящая замуж в 1927 году, имевшая очень большой успех. В 1931 году она была повторно поставлена, а 18 февраля 1928 года была поставлена инсценировка Алан-Хо самого Платона Аюнского, так и она называлась, Нюргун Ботур. Это уже там роли пелись, распевались, и декламация была, были декорации, использованные в этом спектакле, уже полноценный спектакль был. Начало такого систематического, организационного процесса, сочетающего в себе и производство, и творчество, и учебный процесс, связан с именем первого композитора Марка Николаевича Жиркова. После окончания Московской консерватории, окончил он ее почти 40 лет, и он организовал из числа студентов, еще обучавшихся на театральном факультете театрального искусства имени Луначарского в Ленинграде, в Москве. Из этих студентов, вообще студентов других вузов, он организовал хор, который с большим успехом выступил на московской сцене. Потом, приехав после окончания, студенты эти попали в число его первого национального хора. Первые самородки – это артисты драмы. Хадулов Дмитрий Федорович, Савин Виктор Афанасьевич, это Петров Афанасьевич, это многие-многие другие, Матрёна Слепцова входил, Марк Дмитриевич Слепцов, то есть все знаменитые артисты драмы, они были в составе хора, национального хора, который организовал Жирков. Конечно же, там были специально набранные артисты, певцы из народа, такие как Екатерина Захарова, Анна Ивановна Егорова, такие как, кстати, я не назвала, Николая Николаевича Харитонова, тоже артиста драмы. Он позднее учился в Средловской консерватории. Это тоже интересный отдельный период, на котором можно застрять, но я тоже вкратце просто расскажу о нём, что, конечно же, уже в 37-м году, 4 апреля, был юбилей Платона Алексеевича Юнского. И в честь этой даты поставлен фрагмент из его ещё недописанной драмы «Туярма Ко». Это было 4 апреля 1937 года. Она прошла 7 раз. 15 марта 1938 года «Туярма Ко» была поставлена полностью. И была поставлена полностью именно на текст Аюнского. Это была пьеса Аюнского с музыкой Марка Николаевича Жиркова. Уже артисты там пели, пел хор, были танцы. То есть это был полноценный музыкальный спектакль, музыкальная драма. Но, к сожалению, в связи с тем, что Платон Алексеевич Аюнский был на сессии Верховного Совета и возвращался он в феврале 1938 года, и его уже арестовали, он уже был под следствием, но всё-таки 22 марта 1938 года эта «Туярма Ко» прошла. Ещё артисты здесь в Югутске не было известно, что он арестован. И она прошла 27 раз до конца сезона. Только в июне, когда стало известно, что его арестовали, объявили его врагом народа, то уже все спектакли «Туярма Ко» сняли полностью с репертуара, и все документы уничтожили. Поэтому от «Туярма Ко» ничего не осталось, кроме, знаете, нескольких заголовок и фотографий в газетах того времени. Этот спектакль был поставлен режиссёром Василием Васильевичем Местниковым, конечно, Марком Николаевичем Жирковым. И было жалко те усилия, которые были затрачены. И когда уже музыкальный жанр уже сделал свой первый крупный шаг, было жалко терять этот спектакль. И поэтому, чтобы продолжить начатое, они заказали написание либретта Дмитрию Коновичу Сирцу Мамалону, который и сделал, это написал, стал автором либретта, сохранив частично текст Платона Аюнского, взяв некоторые места, фрагменты из других Алан-Хо. Вот. И 22 марта 1940 года, 40-го года уже, вышла премьера музыкальной драмы «Джузурианнер Гурботург». Уже в оформлении Георгия Туралысова, постановки того же Василия Васильевича Местникова с музыкой Марка Николаевича Жиркова уже там расширенная была музыка, были расширенные танцы, монологи, арии, хоровые номера и так далее. Но всю жизнь, конечно, и Жирков, и Местников, режиссер, усовершенствовали музыкальную драму год от года, с каждым годом они что-то меняли. Марк Николаевич добавлял музыку. И, естественно, что Марк Николаевич Жирков, несмотря на такое сложное время, все-таки сумел сохранить и оградить свой небольшой музыкальный коллектив от нападков, реакционных нападков того времени, от обвинений в буржуазном национализме. Одно время писали о нем, кто в репертуаре хора национального поют только якутские песни. А ведь это наша страна интернациональная. Вот национальный хор и государственный хор Жиркова, потом уже в другой статусе стал петь песни народов страны, украинские на языке оригинала, украинские, грузинские, башкирские и так далее, и так далее. Теперь пошли обвинения, что он совсем поет на разных непонятных языках якутскому зрителю песни на всех языках мира, значит, да, а якутские песни заброшены. Опять виноват оказался Марк Николаевич Жирков. Очень много в национальном архиве документов Марка Николаевича ходатайством поменять статус в связи с творческим ростом музыкального коллектива. Вот национальный хор стал государственным, государственный стал. Опять-таки вошел якутским музыкально-вокальным коллективом. Потом в связи с войной опять-таки очень многие люди, артисты ушли на войну. Опять-таки, чтобы сохранить коллектив, он вошел в состав драмы якутской, стал называться театр Якутский музыкальный драматический театр. Затем все-таки вырос опять коллектив. Опять-таки, такая назрела потребность организовать самостоятельный якутский музыкальный государственный театр-студию, самостоятельная единица. Вот этими-то силами была поставлена первая опера-баллада «Ургун-Ботур стремительный». Это произошло 25 июня 1947 года, в дни юбилея 25-летия якутской автономии. Он также был поставлен в первый национальный балет в сфере «Семье полевого цветов» 29 июня 1947 года. В 1948 году, несмотря на такое достижение, просто взлетело оперно-балетное искусство, уже все радовались, думали, дальше пойдем, дальше продвинемся. Были намечены планы. Кстати, шла уже и инсценировка из оперы «Майская ночь», шел театрализованный первый концерт «Айхал» в годы войны. Это был такой патриотический подъем. Джуллиан Миргун-Ботур шла сто раз, сотый раз, сотая постановка пришла с большим успехом. Это было тоже историческое событие. Со всех концов страны поздравляли театр с этим событием. В 1948 году, 15 марта, вышел указ уже после войны, во годы войны нужна была опера, нужен был балет, чтобы поднять дух народный в такую годину военную лихолетия. А после войны уже, конечно, страна была в разрухе, и пришло страшное сокращение в Штатах, во всех республиках. Единственное, это буряты. Они сказали, мы оперу и балет свой не отдадим, делайте, что хотите, мы сократим с шестого года, но только не свой театр. Но, к сожалению, в Якутии и так не подумали, и все сократили. Сократили это. Коллектив был около 200 человек. Один кардебалет насчитывал в это время около 100 человек. Где-то более 200 человек. В общем, разные цифры называют, но часть коллектива вошла все-таки. В состав музыкальной труппы Якутского музыкально-драматического театра. Был кризисный период до 54-55 года. В 57-м году уже к 325-летию с вхождения Якутии в состав российского государства проходит декада якутского искусства в Москве. К этой дате восстановлена была опера, которая с огромным блестящим успехом покорила Москву. И дальше уже начинается период восстановления репертуара и уже, как говорится, освоения следующих спектаклей. Большую лепту внес в развитие дальнейших вот этих 50-х годов композитор Грант Арамович Григорян. Это его опера Лаукут Нюргосуна, перета «Цветок в северах у Тугусевики». Вот ставится, возрождается опять-таки полевой цветок, бочесарайский фонтан. Кто это делает? Это делают продолжатели, ученики, приемники Марка Николаевича Жиркова. Ведь он организовал и музыкальную детскую школу. И ученики его продолжили обучение в музыкальном училище, в музыкально-художественном училище. То есть сохранились кадры музыкальные благодаря его деятельности. И в 1957 году, в 1960 году, уже можно сказать, что Якутский музыкально-драматический театр вернул имя Платона Алексеевича Аюнского. Он был реабилитирован в мае 1957 года. И в Москву театр поехал уже под именем, под грифом Платона Алексеевича Аюнского. С тех пор прошел огромный период. Вот оперная часть и балетная накопили большой репертуар. И в 1971 году театр был объявлен самостоятельным музыкальным государственным театром. Это шли уже зарубежные оперы. Травиат, регалета, северский цирюльник. Уже якутские оперы пополнились. Балеты. Касательно либретто Соруна Малонова. Очень многие балеты шли. И Орлы летят на север, и Кюнко. Была поставлена балетная классика Жизель и так далее. И после успеха в Магадане, на чужом зрителе, на свежем зрителе, уже, как говорится, было ясно, что театр завоевал популярность, что получил высокую оценку. И вот получил статус самостоятельного музыкального. Но нужно сказать, что прошло несколько десятилетий, прежде чем мы стали театром оперы и балета. Невозможно не назвать имена тех выдающихся артистов, которые, конечно, подняли свой театр. Это в первую очередь мне хотелось бы назвать имя лауреата международных конкурсов, народную артистскую СССР, такую приму, ведущую меццесопрано 70-х, 60-х, 80-х, 90-х годов, Аннигину Егоровну Дмитриеву Ильинову. Она первая вывела оперное искусство республики на международную арену, став первым лауреатом из якутских артистов такого престижного конкурса, как «Пражская весна» в Варшаве. Это знаменитый конкурс. Такой конкурс, как Мюнхенский фестиваль в Германии 1972 года. Это, конечно же, конкурс имени Глинки. Она стала лауреатом премии РСФСР имени Глинки и так далее, и так далее. Это человек, которому, конечно, театр остаётся до сих пор в долгу. Это первое имя, которое прозвучало на сцене Большого театра Советского Союза в оперных спектаклях «Царская невеста» Чио-Чио-Сан. Представляете, какой размах, какая амплитуда с 1957 года до 1981-1982 года она пела на сцене Большого театра. Все эти события, конечно, они были историческим событием в истории нашего театра, в истории культуры нашей республики. Я не могу не назвать имя Ивана Степанова, который стал первым лауреатом первой премии конкурса имени Фёдора Ивановича Шаляпина в Москве, всероссийский конкурс. Представляете, не могу не назвать имя первой балерины, первой ласточки, профессиональной выпускницы Ленинградского хореографического училища имени Вагановой, Евдокии Степановой. Это была такая необычная, уникальная солистка балета «Мастер», который создал целую галерею замечательных талантливейших ярких образов на балетной сцене, непревзойденных до сих пор. Это, конечно же, Наталья Христофорова, заслуженная артистка. Она 19 лет стала одним из первых лауреатов премии имени Клатона Лунского вместе с Алексеем Поповым, нашим ведущим танцовщиком и первым балетмейстером, окончившим балетмейстский факультет в Москве. Многие славные имена можно было бы продолжить, но это был бы целый список, огромный, огромный, огромный. Я хочу остановиться еще на том, что 1992 года, с 1 января, мы считаемся театром оперы и балета. В октябре 1991 года вышел указ постановления Совета министров о преобразовании музыкального театра в театр в статус оперы и балета. Но с января 1992 года. В 2001 году мы стали театром оперы и балета имени Дмитрия Коновича, Сивцева, Сурону, Амалона. Конечно же, на сцене театра впервые прошли такие фестивали оперно-балетного искусства. Я хочу назвать эти фестивали, которые говорят о профессиональном уровне, исполнительском нашего коллектива. Это первый фестиваль классического балета «Северный диверсисмен», прошедший в 1990 году, в 2-м и 4-м. Это, конечно же, первый фестиваль оперно-балетного искусства имени Чайковского, 1992 год. Это фестиваль музыки Верди, когда прошли такие спектакли с участием приглашенных мастеров, такие спектакли, как «Трубадур», «Реквием Верди». Это вообще мировые вершины оперной классики. Это, конечно же, потом уже с 2003 года пошел фестиваль «Ария Севера», оперный фестиваль. Фестиваль классического балета всероссийского уровня «Стерх». Вот недавно и в этом году прошел уже юбилейный, десятый раз. Сейчас на оперной и балетной сцене звучат новые имена. Я думаю, всем знакомо вам имя Сарелла Афанасьева, лауреата многих конкурсов, лауреата международного конкурса «Молодой балет России». Первый исполнитель гениальной партии в балете «Спартак». Я думаю, такого «Спартака» еще поискать надо сейчас, в настоящее время на российских сценах. Это, конечно же, звезда наша Юлия Мярина. Но много-много имен. Сейчас звучит на оперной сцене, конечно, это Алина Адамова, Марина Силина, это Екатерина Захарова, новой генерации оперных певцов, это Юрий Баишев, Николай Попов. Не могу пройти мимо 2007 года, когда впервые в Москве была показана премьера мировая двух новых национальных опер «Куданца Великий» и Александр Македонский, Владимира Кобекина, постановки режиссера Карла Сергучева, художественным руководителем был Андрей Саевич Борисов, наш министр в то время. Конечно же, был успех огромный. «Куданца» пелся на якутском языке, фестиваль проходил под девизом «Оталанхо к новой опере», что очень символично. А на сцене театра московского имени Немировича Данченко и Станиславского во второй раз уже была показана опера «Нюргунботру», но уже в постановке нашего нынешнего главного режиссера Прокопия Неустроева. Главной партией Туяр Мако пела русская певица наша, ну, русской национальности, Марина Силина, что было очень интересно, конечно. И Ирина Олана пел Николай Попов, «Нюргунботру» исполнял, конечно же, Иван Степанов, наш непревзойдённый «Нюргунботру». Но я хочу остановиться на том, что, конечно же, вот спектакль Куданца и Александр Македонский были выдвинуты на национальную премию страны, России, престижную театральную премию, которая называется «Золотая маска». И лауреатой этой премии, обладателем специального приза этой «Золотой маски» стала опера Александр Македонский. По девяти номинациям прошёл он. И это очень, конечно, редко бывает такое. Но это такое знаменательное, значимое событие в истории нашего театра, для нашего творчества. Конечно же, это большая поддержка самого северного оперно-балетного театра. А мы являемся самым северным. И до последнего времени были единственным театром в дальневосточном регионе. Не считая Новосибирска, Красноярска, это помимо в дальневосточном регионе, были последними, первыми. Но сейчас уже музыкальный театр появился в Хабаровске и во Владивостоке, по-моему, уже, как говорится, затевается что-то там. По нашему примеру, я думаю, пошли и другие. Все хотят иметь оперный театр. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, с удовольствием отвечу. Насколько увеличилась численность труппы театра на сегодня? 360 человек в общей сложности. Это солисты, цех солистов, цех хора, балетный цех, оркестр. И, конечно, художно-производственный цех, художно-постановочная часть. Ну и, кроме того, административная, конечно, руководящая, творческий состав. Кто обучал и преподавал первых артистов в Якутске? Становление нашего театра, конечно же, связано с российскими, русскими специалистами, со специалистами самых разных национальностей. Мне хочется назвать имена, конечно, Ивана Каренина, Владимирова, Климова. Это балет, балетные люди, обучавшие и поставившие балетные кадры для наших первых постановок. Это, конечно же, Петр Георгиевич Литвинов, педагог вокала, Нина Истьяновна Чукардина. Это, конечно же, знаменитая певица всероссоюзного радио Антонина Клещева. Многие-многие. Конечно же, для многих Якутии стала второй родиной. Второй родиной – это хочу назвать такими, как Полина Константиновна Разинская, первопианистка и концертмейстер нашего театра. Это Сергей Константинович Жангаладзе, концертмейстер. Это, конечно же, и Грант Арамович Григорян, композитор, который и остался лежать в якутской земле. И многие-многие другие. И, конечно же, это композитор Генрих Ильич Литинский, соавтор Марка Николаевича Жиркова, подаривший нашей Якутии первую оперу, первый балет. И многое-многое другое. В принципе, всю музыкальную музыку якутскую. В первые годы возникновения театра какой был зритель? Как вы думаете, сколько стоили билеты? Ну, билеты были очень и очень недорогие. В те времена, конечно, у нас рубль считался очень, знаете, суммой большой. Конечно, были копеечные цены. 25 копеек, наверное, стоило. Может быть, 30. Может быть, такие випреды, так называемые, 50 копеек стоили по тем временам. Зритель был очень интересный, своеобразный. Ведь в те времена оперно-балетное искусство только проникало в народ. Якутский народ всегда был в чуток красоте. Всегда тянулся к красоте. И, конечно, вот первые спектакли наши, они бесповоротно влюбили в себя наш народ. И уже ни балет, ни опера уже с той поры не отступили. А ведь не у каждого народа он привился. Эти жанры привились. Вот сейчас многие современные республики не имеют своего театра такого. Ни музыкального, ни тем более, ни оперного. Но были такие зрители, которые подходили к Марку Николаевичу Жиркову, дергали его за плечо. Он дирижировал, играя на скрипке. Тогда было так принято, значит, да? И дергая его за плечо, говорили, «Оганер, ты потише играй, а то слов совсем не слышно». Были такие вот зрители. Ну, это понятно. А вот знаете, зрители, который пришел на сотый спектакль «Нюргунботур», кстати, средства от этого спектакля были собраны и посланы на строительство танка «Нюргунботур» в танковой колонии «Красная Якутия». Приезжали со всех улусов, издалека, на санях, чтобы увидеть хоть краешком глазный спектакль. Театр был просто битком набит. Не только на самом сотом спектакле, ведь целый месяц шел «Нюргунботур». Полностью шли эти спектакли, и всех прямо рвались, чтобы посмотреть, увидеть и быть участниками и дать свои деньги, свои копеечки, свои трудовые денежки на строительство танка «Нюргунботур». Когда начали ставить первые спектакли для детей? Когда был музыкальный театр-студия, был якутский музыкально-вокальный коллектив, все эти образования Жиркова, коллективы Жиркова, значит, да, они делали новогодние утренники. Ставили утренники. Ну, что они состояли, там программа бы состояла из танцев, из песен, конечно, такого характера, приближенного детской тематики. А первый спектакль был поставлен в 1964 году, в апреле 1964 года, число я уже не могу сказать, 11 апреля 1964 года, балет «Доктор Айболит». Поставила его балетмейстер Александр Николаевна Мохочинова, известный хореограф народных танцев, организатор народного ансамбля танцевального «Сарелл», в свое время знаменитого, и прогремевшего на весь мир, представлявшего якутский танец, вообще якутское музыкальное искусство, за границей, на многих-намногих фестивалях и так далее. Какие главные спектакли в истории музыкального театра вы можете назвать? Конечно, это же Нюргун Ботур. Нюргун Ботур проходит через всю историю нашего театра. Единственная опера, созданная на основе Ланхо, единственная опера Ланхо, в конце концов, еще никто не написал оперу Ланхо, кроме Жиркова и Литинского. На этой опере выросли все поколения оперных, певцов, балетных кадров, музыкантов. Почему театр носит имя Сорона Маллона? Ну, потому что Дмитрий Кононович Сорона Маллон является автором либретто пяти балетов и, если я не ошибаюсь, шести оперных спектаклей, включая театрализованный концерт Айхал и так далее. Как готовили кадры для первых поколений артистов оперы и балета? Готовили кадры параллельно с творческим производственным процессом. Как я говорила, Марк Николаевич Жирков сам организовал хор, и сам же их обучал нотной грамоте, сальфеджио, обучал их, ну и прочим наукам, конечно, в общем-то, обучал с ними программу концертную. Вот он организовал, в сентябре 1936 года организовал хор, а в ноябре этого же 1936 года уже хор дал первый концерт свой. Представляете, в двух отделениях. И всегда производственная практика шла параллельно с учебным процессом. Конечно, это мешало учебному процессу, так же, как учебный процесс мешал производственной практике. Ну, что делать? Кадры были одни. И так было до 1951 года, когда впервые была организована Якутская студия при Уральской консерватории. Стали посылать туда на обучение. Театр оперы и балета нашей республики – явление действительно уникальнейшее. Вот все удивляются, приезжая в нашу республику, что в такой мороз, 60 градусов, можно увидеть Дон Кихот, можно увидеть Жизель, можно услышать Трубадур, Пиковую даму, Евгения Недин. Это мировые вершины европейского искусства, которым овладел наш якутский народ. Ведь не даром Алексей Елисеевич Кулаковский говорил, освоим 99 наук, освоим 99 искусств и выйдем на широкую дорогу. И хочется сказать, чтобы вы ценили наш театр, чтобы вы всегда приходили, следили за его событиями, спектаклями, любили наших артистов, замечательных, талантливых, которых признает весь мир на больших конкурсных, фестивальных сценах. Я думаю, очень дорого нашим артистам внимания нашего, родного зрителя прежде всего. Спасибо вам за участие в программе и желаю быть нашими постоянными зрителями театра, оперы и балета. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ